У вас просто маленько, но зависает эта связь. Вы сейчас из Барнаула же выходите, верно? Сейчас я в Барнауле нахожусь. Все верно. Безмерно рад вас. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Игнат Тихонович, я не против, я просто очень... Сейчас, но переведу дух маленько. Игнат Тихонович, у меня такой вопрос к вам. Я правильно сижу? Камера у меня находится? Там, маленечко вправо, сдвиньтесь. Чуть-чуть вправо. Сантиметров на 20. Так сюда, да? Нет, наоборот. Вы влево двинулись. Вправо, туда. Сюда. Еще маленько. Я просто растерялся. Все, все, все. Все. Я чтобы свое вывести здесь. Слушаю. Я вас понял, это слышу. Игнатий Тихонович, я просто смотрел, как бы, вот, седьмое число на вашем ролике. Да, Рождество, там, ну, как говорится, вот, все, 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 все смотрел. Я вообще ваши ролики отслеживаю уже очень долго, да? Я смотрел сегодня утром, встал специально пораньше, смотрел ваш фильм. Изначально он называется, так, не проповедь, а, ну, когда вот, ну, восстановление вот всего вот слова. Ну, понимаете, вот правильно такой фильм, ну, христианский, да? Ну, у меня, в принципе, ну, в основе лежит к вам такой, все, вопрос. Вот как вы вот сами вот, ну, пришли к вере? Вот можно так вот у вас спросить? Что запустить? Я говорю, спросить вас, как вы сами пришли к вере, вот именно в какой момент? А вы говорите, как я пришел к вере? Да, верно. Вы сейчас только обо мне спрашиваете? В данный момент, да. Я вот именно вас вот хочу спросить, просто я о вас очень много слышен, да, начитан о вас, очень много и документальных фильмов смотрел. И я вот просто хочу спросить, вот именно в какой момент, в какой момент у вас было обращение к вере, ну, к православной вере? Ну, я родился в старообрядческой семье, без поповцы, кержаки называются. Слышали такие? Да, конечно, да. Священства нету, но есть страх Божий. Я не знаю, с какого времени, но, примерно, в два года я уже верил. Вот сколько... В два года, так осознавание, ну, вот этого всего было уже у вас, да? Я знал, что есть за гробом другая жизнь. И там есть... А откуда? Рай и ад. Это мать говорила. Мать. А мать много это не знала. Она говорила только, приготовляла, чтобы в школе пионеры и комсомол не ступали. Иначе погубите душу свою. Нельзя было там курить, материться, воровать и с женщинами дело иметь. Это я потом уже понял, когда стал расти. А мать... С отцом они полкласса не кончили. Но мне это Бог дал, Божий дар был. Я этого боялся. Я знал, что если я умру, я буду в аду. Я не делал, что люди делают. Я вот... Мне 81-й год, я еще ни одного матерка не сказал. Мне еще было бояться-то. Я не ворую, не с женщинами делаю. А внутренний мой голос, совесть говорила. Я грешник. И грешник погибший окончательно и бесповоротно. Вот понимаете, это от Бога дар. Его надо выпросить. Но я всегда молился. И молился, значит, и Господь откликнулся. Это избрание происходит такое. Бог избирает. Записывает тебя в свою книги жизни. Вот я так понимаю. Но это все было до времени, пока в моих руках не оказалась вот эта книга. Это великая книга. Это случилось. Когда мне было... Геннадий Тихонович. Геннадий Тихонович. Я вот один раз как-то священнику в Москве сказал, что... Я, конечно, сказал по ошибке, что есть единственная книга, которой надо придерживаться. Но я, как бы, начинающий, православный человек такой, да? Я говорю, есть вот Библия. Он говорит, есть еще и Нагорный запил... Это... Как? Запомнили? Ну, Нагорный это самое как... Книга, не книга. Я закончу эту мысль. В 23 года, когда я служил в армии, И я не знал, куда поехать. Ну, уже в Атлайский край, в деревне жили. У меня поиск был в это время. Я там разные брошюрки атеистические покупал. Что отдельная книга про веру, это я не знал даже. А слова слышал. Слово Библии, Евангелие редко слышал. И вот теперь поехал, когда я в Латвию. Снова я служил в морплоте. И тут опять устроился, работаю на корабле. Отличное здоровье, стопроцентное. Деньги, сила, все есть. А внутри пустота. Я много занимаюсь в это время. Поступаю в мореходное училище. Добиваюсь три курса сдать за один год. По выбору комиссии на трех языках предлагал. На каком... То есть с выходом за границу. И вдруг... Вот Господь как все делает? Я это рассказываю уж не первый раз. Вот что я любил больше? Я любил бабушек. Вот они какие-то обиженные, заброшенные. Я просто старался как-то помочь им везде. В таком возрасте. Это Бог делает так. Понимаешь? Это ничем. И вот идет... Я сошел на берег в кино сходить. А корабль на рейде стоит. И в это время бабушка идет с сумками. Я подскочил. Баба, давайте помогу. И первый вопрос я задал. Баба, у вас где-то люди молятся Богу? Она говорит, а вот здание стоит, крест. Я еще ничего не знал. Я зашел. Это оказался латышский баптистский дом. Я гляжу, не понимаю. Я с латышами разговариваю уже. А тут я не понимаю. Подошел человек и говорит, вы откуда? Я говорю, ну, сказал. О, так сказать, рыбаков Бог любит. А я не рыбак, технический плод. Вот к слову-то сказать-то. Я говорю, так я не понимаю. Как не понимаете? Вы же со мной разговариваете. Я говорю, я этих слова не слышал. Он говорит, а вот двери зайдите. Там русское собрание. Я зашел. Я и по-русски не понимаю. Блаженны нищие духом. Их есть царство небесное. Что это блаженность? Что значит нищие духом? Но один человек, Еремеев Михаил Александрович, он в это время... Я выходить стал и гляжу, уже пора мне идти в кинотеатр-то. Он вышел. Кто, откуда, как. Ну, я говорю, туда. Он говорит, будет свободное время, заходи ко мне. И дал свой адрес. Карла Розенберга, 18-4. И уже в следующий раз я зашел к нему. Но я уже смотрел фильм о Туче над Борском. Это можно найти его такой. Как сектанты молятся там. Пятидесятики в жертву приносят девушку. Ну, всякая мура такая. А я-то на полном серьезе, думаю. Захожу, они оба одинаковые так. Ну, метр шестьдесят пять примерно. Жена еще меньше. Черноватые такие. Я думаю, вот они такие и есть. Я сразу посмотрел, в случае чего табуретку. Думаю, как по окну ахну, я все равно уйду от вас. Вот что-то соображает же. Ну, они мне дали Евангелие. Новый Завет лежит, вторая часть Библии. За стол я не сел обедать, а я в той комнате, они здесь. Когда они зашли там через полчаса, я уже был готовый. Я говорю, книжка какая хорошая. Они говорят, не книжка, а книга жизни. Это Новый Завет. Для меня это темный лес. Я не слышал, не держал в руках никогда. А поиск внутренний был. И они сказали, вот, а они тогда объединила советская власть, там, христиане и евангельская вера, там, пятидесятники и парахановцы в одно. Ну, они сами по-своему молились, там, на разных языках. Такое у них учение, там, гласолали называется. Я открываю вторую главу деяния апостола. Там меня Бог поймал на бабушке, что я любил бабушек. А тут я занимаюсь на языках. В это время я на семи языках занимался. Самостоятельно. И они тогда открывают вторую главу деяния апостолов, как апостолы заговорили, а когда Дух Святой сошел на них и заговорили. Я говорю, как, сразу? Там, допустим, я занимаюсь английским, а за четыре месяца уже у немцев я с собранием после проповедовал. Ну, это все внешнее, внешнее такое пустое, а малое. А что, сразу? Я говорю, да как это может? Но вы не верите в это? Ну, конечно, нет. Хотя с языками я и занимаюсь, и на это меня Бог клещок и закинул. Ну, вы не верите, мы тогда вырываем страницу. Другой-другой не верит, у нас одни корочки останутся. Я говорю, логично. Ну, когда склонились молиться они, а я-то православный, я кланяюсь, ветер-то идет, а там написано Дух Святой, когда сошел, как шум бурного ветра-то, они на меня глянули-то, ну, ладно, пусть хоть так молятся. И спрашивают вы, какие у вас желания есть? Никаких желаний у меня нет, ну, у меня все есть. У меня деньги, сила, здоровье, чистая жизнь, но внутри меня ад. Я умру, я буду в аду. Меня никто не может убедить. Я умру и буду в аду. А почему? Не знаю. Я грешник. Так я не делаю то, что люди делают. Не делаю, но я грешник. Понимаете? Вот это вот избрание, оно не затмило мне глаза. Вот я не такой, как они, я не матерюсь, я там не блудишь. А моряки это блудный народ весь там, где не садив пост. Игнатий Тихонович. Вот, я сейчас закончу эту мысль. Я тогда понял, веры нету. Я тогда, простите веру, я говорю, Господи, дай мне веры. И вот как бывает, эхо идет, я не слышал, но такое впечатление. Верю, 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 вот так вот. Я встал с молитвы, я совершенно другой. Тот, который становился и который встал, это разные люди. Вот отсюда началась новая жизнь. Вот вам ответ. И уже 57 лет с Библией в руках я иду по жизни. Игнатий Тихонович, я услышал вас, я вообще вас вот всегда слушаю. Вот честно скажу, я не знаю, как это правильно назвать, проповеди, какие-то лекции, какие-то ролики, понимаете. Я вам искренне скажу, что я вас слушаю всегда с открытым льдом. Для меня вот каждый день, это же какое-то, то есть каждое просмотренное видео, это открытие, понимаете, от вас, открытие, понимаете. Я не знаю, как это сказать простыми словами, да, но это открытие, это есть и факт. Вот я почему сейчас это самое хотел сказать. У вас есть такой фильм, но это не ваш фильм, но фильм про вас. По-моему, называется, ну, предсказание или что-то такое. Предчувствие. Его снял. Да, 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 да. И второй фильм из Потеряевки. Да. Я вот сегодня в 5 утра встал, как бы там кто-то пьет чай, кто-то там еще что-то делает. Я сегодня его включил, на ютубе нашел, специально включил, я рот открыл, я от начала и до конца его просмотрел. И у меня такая ассоциация, понимаете как, я вас увидел чуть моложе, и не только вас, вашу, как говорится, жизненную позицию от начала и до конца, понимаете. У меня где-то волос приставал, которого мало, там, на голове, где-то он как бы оседал, ну, то есть, как говорится, ну, принимал, ну, то же самое свойство, да. Я не знаю, вот, понимаете, я вот человек как бы верующий, православный, я вроде бы как бы называю, но я не, как вам сказать, не соблюдаю все до конца, вот это моя грешность, да, вот, ну, чисто такая, ну, чисто по жизни. Я стараюсь, но думаю, как бы, ну, Господь-то слышит меня, но не до конца вот это все, как бы, происходит, может быть, по немощи моей, которую я вот не ищу оправдания по жизни, но, ну, как бы, оно тогда происходит. Ну, я вот акцент делаю чисто на том, что, вот, слушая вас, вот, это больше, чем слушать, понимаете, оно аж в мозг влазит, и это вам огромный земной поклон, я вам честно говорю, понимаете. Вас вот, досмотря и слушая вас, это, ну, у меня сейчас слов просто нету, вот, я говорю, вы до глубины мозга, прям, вот, ваши слова вот доходят, вот, лично для меня, ну, как бы так, Игнатий Тихонович. Я вот искренне вам говорю, понимаете, я смотрю вот еще про Владимира, вот, который с вами, да, вот, ну, живет, там, вот, как бы, и про Потеряевку, да, вот, все моменты. Вот, 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 где-то что-то и тяжеловато все, да, вот, ну, воспринимается, про Игоря, вот, как вот, там, он гараж строил, там, ну, не гараж, а этот верносклад, вот, ну, вообще, вот, вот, извиняюсь, я вот, ну, не сильно и краснословен, краснословен, но я просто скажу, что как вот, как вот, ну, говорят, и священство, в принципе, так оно и есть, по вере вашей будет вам, вот, со знакомством с вашими видеофильмами, с роликами, да, я вот и приобретаю вот больше и больше, как говорится, веры, веры в Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, и спасибо вам, Игнатий Тихонович, я вам искренне говорю, как вот оно и есть на самом деле. Слава Богу. А вы где живете? За все. Я живу на Дальнем Востоке, но я сейчас нахожусь в Московской области. Меня зовут Игорь. У вас что, своя квартира здесь? Нет, это где я сейчас нахожусь, это съемная квартира в Московской области, а я нахожусь на Дальнем, ой, я живу на Дальнем Востоке, Игнатий Тихонович. А где на Дальнем Востоке? Я не женат, я холостой. А? Где на Дальнем Востоке? Это Амурская область, город Тында. Мы там были. Я, когда развозил по библиотекам мира свои 38 томов книг, мы там были. Благовещенск на Амуре. Ну, Благовещенск это маленькая, но южнее. Но вы же ехали, у вас миссия была, так, обождите, а Благовещенске как вы были? Это же граница с Китаем. Мы много времени потеряли, но прошли туда. Мы прошли до Дальнего Востока. Нет, но вы ехали из Владивостока. Да, порт Находка, до туда мы дошли. Потом забросили груз с границы и дошли до Атлантического океана, Португалия, Лиссабон. Потом мы прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 городов прошли и везде пришлось выступать. И в каждом городе, за районным центром я дарил по 38 томов. Это стоимость 750 евро. Мы сделали подарок на 35 миллионов рублей. Библиотеке мира. Сергей Тихонович, я извиняюсь перед вами. Понимаете, хотите выкладывать в YouTube, хотите нет, я просто не могу понять. Вроде бы осознаю происходящее и здесь же не могу понять, насколько Господь благоволит. Я ничего не хочу сказать против вас, я только за вас и за все ваши деяния. Просто у меня происходит всегда удивление, насколько он вам дает силу так, чтобы это все делать. Насколько вы вот избраны, понимаете, я вот таких вот людей в реале вообще вот в жизни, в России, ну как вот, я в принципе был из-за границы, да? Я не видел, как вы. Это не лесть, это чистая правда. Я не видел таких людей, понимаете? Не видел. Знаете, бывает люди очаровываются, а потом так же быстро разочаровываются. Нет. Понимаете, я вам еще раз говорю, что у меня, вот смотрите, Игнатий Тихонович, на протяжении вот всего времени, сколько я за вами смотрю и наблюдаю, я делаю там какие-то отзывы в ваших роликах, да? У меня только идет укрепление веры, благодаря вот вашим словам, вашим простым вот там съемкам, роликам. Как вы там вот дрова колите, там горки строите, карасеи ловите, да? И вот как бы, как вот вы там коля в дамбу, как вы там дамбу делаете. Понимаете, вот каждый ролик, он как бы понимаете, вот вы даже там вот о православии как бы там два-три слова скажете, а, понимаете, вот своими действиями, да, вот в ваших годах, это вот как бы... Но я говорю, я не многословен и не красноречив, но это настолько вот сюда вот влазит, это укрепляет веру, вот честно вам говорю. Не пытались, может быть, как-то узнавали мой телефон и мне звонить, никогда не пытались? Один раз был момент. А когда это было? Игнатий Тихонович, вот сейчас вот не скажу, но может быть месяц назад. Один раз. Я по голосу вот почему и хотел узнать, вы или не вы звонили? Нет, ну трубка взята не была вами. А по телефону разговора не было? Нет, 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 Игнатий Тихонович, нет. Нет, просто я вот сегодня, вот если честно говоря, я пытался вот в чате, ну как бы в чат рулетку я иногда захожу, как бы, но собеседников ищу там для, ну православной как бы, да, ну все тематики. У меня как бы сильных больших знаний нету, но тем не менее. Я вот сегодня как бы, ну нашел человека, ему вопрос, ну что, задал, ну простейший, да, кавер-гаверий. Вот, он как бы ответил мне, у нас как бы пошел процесс, да, мы обменялись скайпом, как бы, вот сейчас вот, ну общаемся. А я вот почему вот с вами сейчас вышел на скайп, то что, ну если честно сказать, вот искренне, да, ну как есть. Но терпение кончилось, я просто вас хотел услышать, я вас хотел увидеть, вот именно, потому что, ну в Потеряевку у меня, ну возможности приехать, ну как бы нету, да. Ну как бы она есть, и вроде бы нету. Ну смотрите, я курю, но выпиваю, да, это очень большие, ну большое такое зло. Ну как бы сейчас хочу с этим делом, ну покончить, ну, ну постараюсь. Потому что с этим жить нельзя никак, однозначно. Вроде бы и православные, как говорят, и великие отцы, там кто-то, по-моему, отец грек там вроде бы, да, курил. Ну это, ну неправильно в любом случае. Геннадий Тихонович, ой, Геннадий Тихонович, я просто, что я еще раз вам хотел сказать. Ну помолитесь, пожалуйста, я вот очень сильно вот хочу вот сейчас вот бросить курить и пить вот, вот правда говорю. Ну, ну не знаю, как это получится. Я думаю, что получится. По национальности украинец? Как? По национальности украинец? Откуда вы знаете, да. Понятно. Так, а вы там, что в Москве-то или где бываете, делаете, приехали, как так? Я приехал не в саму Москву, я приехал в город Сергиев Посад, где находится Троица Сергиева Лавра. Это Москва. Игнатий Тихонович, цель поездки была православная в Троица Сергиеву Лавру. И что? К Сергию Радовичу. Ну ладно. К Сергию Радовичу. И приехали дальше-то что? Ну, дальше, как бы, делал то, что, как бы, ну, как, ходил в церковь, ходил на исповедь, ходил к преподобному в Троицкий собор, ну, преподобному Сергиеву. Ну, иногда грешил, ну, грешил в том плане то, что, ну, усугублял где-то там вином, так вот скажем. Ну, вот вы приехали, цель-то какая ваша была? Там, где вы жили, там ваш дом, квартира? Нет, я здесь, у меня все съемное. Нет, там, откуда приехали, откуда приехали-то с Благовещенского? Конечно, да. Так, все оставили, приехали сюда в Москву, Сергей Посад. А, непонятен смысл, то вы как дожить, снимать квартиру тут или что? Нет, я в отпуске, Игнатий Тихонович, в отпуске. И вы с собой взяли аппаратуру, что, вы ходите со своего аппаратуры? Да. У вас планшет свой? Ноутбук и камеры. Хорошая. Хорошая, так. А кем вы работаете дома? Я в охране. А сколько вам лет? Мне 49. Ну, мне 81, вы знаете. Не то, что я вас допрашиваю, я хочу иметь представление о вас. У вас семьи нету? Ну, своей нет. У меня есть родители, слава Богу, живые. А вы женатые были, и жена ушла, да? Нет. А как? Я не был женатым. Но не был. Ну, если членок не верит в Бога, то и жены нету, то трудно поверить, что он не блудил. Нет, смотрите, я не отрицаю это все дело, просто, как вам сказать, я много лет проработал в старательской артели. Где проработали? В старательской артели. А, в старательской. Золото добывали? Да, да. У нас-то есть инженер такой, у нас, среди нас. Он как раз на Золотых Приисках, там, Магадане, в других городах. Вот вы пьете здесь, а то вы где научились пить? Вот так все время сидеть? Я знаю, показывать не надо. Вода, чай, не имеют значения. Вы только не думайте обижаться. Это в чат рулетки привыкли пить. Все пьют. А причина какая? Не знаю. Я говорю, вот я ввел задание в 5 университетах, 13 школ, отделы милиции, 3 радиопрограммы. Я ни разу за 18 лет не позволил стакан воды поставить на кафедру. Почему здесь, когда разговариваем, все время пьете? Не знаю. Я говорю, ну, ты пьешь сейчас, объясни, чем? В чат рулетки-то. А я в чат рулетки уже пятый. Не надо делать. Ну, вы меня спрашивайте, я... Я сейчас закончу вам мысль. Я спрашиваю, которые в чат рулетки пьете, зачем? Ну, горло пересохло. Сколько лет там? Ну, бывают совсем молодые. Горло пересохло. И каждые 5 минут ты пьешь. Кого 5 минут? Даже 5 минут нет. Все время пьете. Вот я гляжу, уже третий раз подняли. Почему? Не знаете. Это означает, человек, он сам не понимает этого. Он пытается залить блудный огонь, который в нем горит похоть животное. И тот огонь, который Бог обещает дать ему за это, сатаной мучится. Он не знает, но он именно это делает. Вот, допустим, наклонность человека к блуду, женщины, определяется по поднятию ресниц. Ну, что за... Да, как она взглянет, как поднимет веки. Видно, что она, женщина, какую наклонность имеет. Так у мужчины. Я это говорю вам, чтобы понять. Попробуйте больше никогда на глазах людей не пейте. Начните с малого. Не пейте. Ну, Геннадий Тихонович, я вам просто вот одно скажу. Ну, если вот, ну, пересыхает маленько во рту, ну, а как? Ну, можно и, в принципе, сдерживаться. Это просто установку надо себе дать. Я говорю, у меня не пересыхает. Почему у вас пересыхает? Ну, потому что установка другая, организма и физиология маленько другая. Я не буду не делать. Я сказал, это попытка залить блудный огонь. Человек в мыслях блудит. И это за это огонь вечный. И он туда, говорит, а там в аду, прохлади язык, палец обмахни в воде, донеси язык, прохлади, я горю в огне. А что на пальце донесешь через пропасть? Я вам говорю, какая причина. Выбросьте это один раз. Вот вы думаете, я православный. Ну, раз православный, значит, ты должен жить по канонам православным. Сейчас вот Рождество, второй день. Вы до Рождества рождественский пост соблюдали? Шесть недель? Нет. Нет. Дальше. Вы православный, вы в храме бываете? Да. Вы пройдите, Сергий Радонежский с бородой был. Пройдите по иконам, все до одного с бородами. Христос, апостолы, пророки. Зачем вы бреетесь? Бритье называется блудодейной ере. Заметьте, как все на блуд сходится. Это не просто так. Вы сегодня оторвите... Игнатий Тихонович. Оторвите... Мне Бог позволил... Хорошо, хорошо. ...путь со всякими людьми быть. Вы не в тюрьме, не осуждены, вам никто ее не бреет. И такой работы нету, чтобы она мешала. Бывает такая работа, где говорят, здесь нельзя у нас, подравняйте, надо. У нас один нынешний крещение принимал с Казани. Казань, Татарстан. И затеяли, вплоть до увольнения. Ну, тут же у нас два юриста сразу сказали, они вас не уволят. И он сам написал заявление, его оставили. Он говорит, тут много мусульман. А мусульмане с бородами. А он в аэропорту помогает порядок наводить. В аэропорту там не каждого примут. И все, с бородой остался. Я в 62-м году получаю военный билет с бородой. В то время, при советской власти, это вообще весь неслыханно. С бородой. Я сказал им, я не трогаю никак. Когда меня из тюрьмы уже привезли в лагерь, это было в 86-м году, там меня уже побрили, там уже никак нельзя было. Но я сидел, плакал только, меня стригли. Так вы с малого начните. С малого. Больше не пейте на голову. Хорошо. Игнатий Диконович, я вас... Не разгорячайте себя. Я вам советую добро. Это нас приблизить друг к другу, если вы желаете, чтобы мы были ближе. Если вы ничего не будете делать, это последнее наше. Игнатий Диконович, больше у меня времени нет на вас тратить, если вы ничего не будете делать. Теперь... Ну хорошо. Игнатий Диконович, ну давайте всего доброго, всем благ, вас еще раз с праздником. Вот искренне я скажу. Подождите, подождите, пока не торопитесь уходить. Сколько у вас уходит на питание в месяц? Ну, я не знаю. Я как бы, ну не считал, ну тысяч шесть. Ну ладно, не знаете. Другое я спрашиваю, потому что это мне необходимо знать. Рост, высота какая у вас? Метр девяносто два. Метр девяносто два. Так, сто тридцать. Подождите минутку. Девяносто два, тридцать, сорок. Сорок три килограмма лишнего веса на вас. Но давайте, Игорь. Игорь, это ваше настоящее имя? Да, да, да. Сорок килограмм нужно сбросить. Поэтому объявляйте пост, давление, работать до седьмого пота и лишнее убрать. В таком теле, чтобы не играли блудные мысли, это невозможно. Это обман. Поэтому и куривай, все это выбросить и не прикасаться ни разу, никогда. Потому что делающий грех есть раб греха, а вы самоубийца. Табак отнимает 12 лет жизни. И последние 10 лет будешь харкать к туберкулезам везде. Ну, у меня это все в книге написано, к истинному православию. Один раз услышал, больше не возвращайся к этому. Мы встретились, и задача наша быть полезными друг для друга. С чем? Я вам сказал. Это будет нас сближать. Теперь, у вас Новый Завет есть? Вторая часть Библии? Нет. Купите. Это недорого. Если хорошо, бы всю Библию купили, но только в православной церкви. В православной крест вот такой, восьмиконечный. Смотрите. И там написано будет по благословению такого-то. Третья книга Ездр должна быть там. Это полная Библия. Сектанты, баптисты. У них они вырезали книг. Еще раз, какая книга? Что? А вот смотрите, вот, ну, Нагорная проповедь, ее же тоже надо, в принципе, да, как бы, ну, прочитать. Нагорную проповедь. Так это в Евангелии, она Нагорная-то и есть, она внутри. Пятая глава. А, есть, да? Ну, да. То есть, вы совсем не знаете. Вот, вам трудно это менять. Первое, что нужно вам сейчас, объявить пост. Я вам реально говорю, конкретно. И вы увидите, ничего не получится. То, что я говорю, вам еще не выполнить. Даже вот здесь сейчас вы все будете за кружку хватать. Это, вы над собой не работаете. И поэтому, вы один. И в семье вам не ужиться таким характером. Вы понимаете, тут глубже надо смотреть. Я маленько-то вижу, кто вы такой. И я вам подсказываю, как быстро встать на ноги. Решительно, вот, как только сейчас поговорим, выключим, и вы сразу же встанете на колени. А я помолюсь о вас. И пойдите в православный храм, к священнику, и исповедуйтесь. Хотя бы один раз. Не причащайтесь ни под каким видом. Вы, может быть, не крещеные даже еще. Если мощеные, это не крещеные. Если за деньги там, ну, крестики я знаю, крестики надевают все. Я в тюрьме сотрудничал. В местной тюрьме в Барнауле я сотрудничал тут 18 лет. Я туда крестики приносил. Они крестики надевают, заказывают. Но такой же остается. Объявите войну прежнему Игорю. Игорь должен родиться свыше. По-другому жить. И скажи, дай мне духовное рождение свыше. Для Бога. То, что вы мне говорите, я знаю это. Но на меня это не действует. Ни похвала, ни чего. По милости Божией. Я вижу, что вы пришли. И вы можете начать трудиться над собою. Так. Если у вас будет желание встретиться. Не раньше, чем через месяц. Но сначала напишите, могу я принять или нет. Я как раз сейчас после занятий. У нас занятия идут. Я вам скину сейчас данные здесь внизу. Данные. Когда занятия идут. Когда утром идет молитва. Чтобы вы с нами становились на молитву. Нигде голос не подавайте. Просто мне дайте знать, что вы здесь. Бритву. Игнатий Тихонович, что-то по скайпу, да? По скайпу, да. Мы молимся каждый день. И три раза в неделю по скайпу у нас идут занятия. Слово Божие. Вы будете знать. Тут рассуждения идут. Я трехтомник издал. Мой труд. И там полное толкование дается Нового Завета. Вот это будет видно, что вы не просто, ну, как пришли, поговорили и удовлетворились. Нет. А по делу душа ваша должна спастись. В таком состоянии вы негодны. Совершенно. Вы с собой пренебрегаете. Вот если услышал, мне когда это сказали, я сразу отбросил от себя. Если бы мне сказали, десятую часть, которую зарабатываю, и сотни, десять рублей на дело в церковь отдать. Я внутренне решил, я буду девять платить. Одну себе оставлять, а девять отдавать. Если я заработал десять тысяч, девять я отдаю каждый раз. И так я прошел 57 лет. Меня никто этому не учил. Бог этого не требует. Почему одну десятую, Игнатий Тихонович? Одну. Я платил девять десятин. 57 лет плачу. А. Я сам себе взял на себя это иго. Для Бога. Это не мое. Поэтому я хвалюсь Богом моим. Поэтому я всегда на двух-трех работах работал. И везде 280-300% выработки за трех мужиков. Неукротимый в работе был. И поэтому 81 год, что спрашивать-то? Я изжил свой ресурс, но я еще ни одной таблетки не съел за всю жизнь. Бог милует? У меня две голубятия, я туда-сюда лажу. Конечно, что-то где-то болезнь. Я всегда смотрю. Мне очень нравятся ваши голуби, Игнатий Тихонович. Я делаю то, что мне Господь на сердце положил. Вот я вам говорю, чтобы это для вас не было в тягость. Вы просто с радостью примите. До чего я вам время свое посвящаю. Больше на глазах людей не пейте. Выкиньте всю эту ненужность. Вот теперь, когда вы уезжаете домой поедете? 20-го числа, Игнатий Тихонович. Ну вот 20-го. Значит, когда едете, там пройдет, вот сегодняшний день, заметьте, 8-го. 8-го февраля можете, напишите внизу, а я вам скину свои ресурсы. Вы будете знать, что у нас есть. Внимательно. А я знаю. Смотрите. Нашему сайту, вот YouTube у меня канал, ему равных в интернете нету пока, мы не встречали. У меня 19 тысяч роликов. Тысяч, 19 роликов. 44 тысячи подписчиков. И 45 миллионов просмотров. 45 миллионов. Тут люди приходят иногда. И у вас будет какой-то опыт. Вам будет стыдно, и вы будете бритые, и разговор окончен. Я больше с вами встречаться не буду. Я должен видеть результат нашей встречи. Бритвенный прибор уничтожен. Хорошо. Не ищите извинений. Наоборот, ты с бородой, это видно, что не подкаблучник. Это мужчина. Мужчине Бог дал, женщине не дал. Что ты сам себя... И начни с себя этот вес сгонять, эту дурь-то. В таком теле, что блудный демон не играл, это невозможно. Там целый легион вас сидит, может быть. Распища-то это дело. Ты вышел не просто на борьбу, а на победу. На меньшее не соглашайся. Избави нас от лукавого. То есть под ноги Бог сокрушит сатану. Это не шуточное дело, душу спасти. Это героические поступки Бог за вами, может быть, закрепил. Вы будете другим говорить о Боге. Как только мы кончим, я сразу буду вам скидывать ресурсы. Три разного дела. Хорошо, Игорь Тихонович. Вы не сильно обиделись на меня? Не гралом. Все поучительно, все хорошо. Ну ладно. Врать-то любишь? Искренне. Врать-то любишь? Что? Врать, брехать любишь? Иногда приходится. Ну я вижу тебя, ты парень-то такой. Брось это все. Всякое лживое слово потянет на дно адова. Дьявол есть лжец, и отец лжи. Отец. Самая маленькая неправда от сатаны. Никогда и нигде. Два варианта один. Или не говорить, или говорить только правду. Запомни это. Это поможет вам на свободе и в тюрьме, где бы вы ни были. В жизни своей дрался с кем-то? Конечно. С таким, с такой комплекса тебя тоже сатана будет подталкивать, пока не напоришься. У меня родственник один. Их много. Это в семье. Десять детей. И восемь парней, две девки. А этот парень самый ловкий, Миша. И он служил в десантных войсках. Все приемы, все знает. И опять новая драка. А в стороне стоял человек. Мимо проходил, он как бросился в газету, а в газете нож. Он ударил прям в сердце. Миши нет, закопали. А другие, которые спокойные ребята, один священником стал. Те люди живут. Не надейся на свою силу. Это все куча мяса. Корм червям. Даже не пошевелишь языком, как Бог сделает. Забудь. Тебя будут где-то друзья. Ага. Компания, там драка. Ты здоровый, крепкий. Ты вроде поможешь. Сиди дома, заглохся, чтоб тебя не видно было. На тебя уже нож наточен. Уже ждет тебя. Все время помни это. У вас, видите, лишняя кровь. И свет лица все говорит. Пост объяви. Это будет трудно. Тело, тогда, когда поститься начнешь, оно будет визжать по поросящи. Я не могу. А ты скажи, мало ешь, мало пей, здраво будешь. Прижми его. И получится. А когда получится, только не срывайся назад. Я курок бросил, а назад пошел подбирать. Выброси, больше никогда не прикасайся. Это тело наше храм. Храм Божий, церковь. Господь говорит, я и Отец придем и вселимся, и сотворим обитель. Мы себе не принадлежим. А дьявол начинает его куросать, этот храм. Подправлять, убирать, надуть его, как череповецкий комбинат. Это не надо. Ты работать будешь по-другому. Погадите, Игорь Ильич. Ну, хорошо, давайте сделаем так. Я вас услышал, вот я говорю, искренне все просто. У меня как бы это, ну, не располагаю я сильно много времени. Вот честно говорю вам. Но я вас честно говорю, услышал, вот как вот есть, на духу. Так вас кто-то побуждал, чтобы вы сами додумались? Нет, я сам. Кто-то вас подтолкнул? Нет, это сам. Нет, нет, это искренне, честно, я сам. Ну смотри, что... Вот отсюда. Потом, чтобы, когда проявится, что это не так. Мы снова разговор этот припомним, посмотрим, я скажу. Я сказал, лошадь дьявола. Как ты не убоялся, Игорь? Почему же ты солгал? Нет, я честно вам говорю, искренне. Понимаете, если я знамения делаю крестное, и так вот руку говорю, это честно. Я просто говорю, чтобы у меня были такие случаи. Значит, сразу пост. Сходи к священнику на исповедь. Все расскажи, расскажи о нашей встрече. Ему данные мои дай. Скажи, Игнатий Лапкин, в Ютубе вы его найдете. Или в Скайпе. Я в Скайпе один. Я, понимаете, я ваши данные даю при каждой, но возможной встрече. Я вот в Благовещенске был. Вот если человек, молей, как православие расположен, я всегда говорю, ты только здесь вот можешь познать истину. Здесь можешь только услышать человека. Здесь только можешь услышать, ну как бы, праведную речь и праведные действия. То есть, ваш сайт даю, ну, во свете Библии, понимаете, и ссылки все. Я не знаю ответа. Выходят люди к вам, не выходят, понимаете. Результат только можете видеть вы. Сколько там, ну, подписчиков, сколько, да, все просмотров. Я просто говорю то, что я говорю. Я просто говорю то, что я вот вижу результат. Ну, как бы, что я смотрю, и мне это нравится, понимаете. Сейчас единственное только, что остается, это все в действии. Вот делать больше и глубже. Игнатий Тихонович. А у вас какая специальность есть? Горный инженер. А чего же вы сторожем-то устроились? Вы же не инвалид. Возраст позволяет. Надо работать на настоящей мужской работе. А тут это дежурно. Инвалид не у вас. Тебе обязательно выпить, покупать надо. Ты так себя запряги, там, если ты золотом где-то, тебе некогда разгибаться будет. А какая это работа? Игнатий Тихонович. Я услышал, я больше понимаю, если вы этот ролик будете, ну, интернет выкладывать, я информацию как бы больше особо про себя не буду говорить. Ну, лишнее, лишнее как бы да не надо. Лично вам могу сказать, а так как бы нет. Я спросил, вы не против, и разговоров нет, я ставлю, это ролик мой. То, что сейчас вот в данный момент есть, можете выкладывать, я говорю, лишнюю информацию я не могу дать. А не надо, не надо, мне информация ваша не нужна. Я к тому говорю, что делать надо сейчас. Вы не поддавайтесь... Я вас услышал. Я понимаю, ну, православная вера, она самая православная. Игнатий Тихонович, ну, давайте так сделаем. Я ваши данные все знаю, вы мне просто скиньте, когда там у вас служба, когда чтение, там все это есть. Просто, как бы, ну, выйдем сейчас из скайпа. Я вам кину данные, и вы утром уже, следующий день, завтра, уже можете быть с нами на молитве. Не смотри, что другая времена, этот временной пояс. И только нигде, чтобы ни одного звука не издавали. Молча, смотри. Так, а часовая разница сколько? В три часа, да? В четыре. С Барнаулом четыре? Да, в Москве. У нас на Молесте начинаем в пять. То есть у вас будет час. Час ночи. Ага. Я услышал, хорошо. Я в час ночи уже всегда сижу за компьютером. Каждый день. Каждую ночь. А все остальные в 4.40 встают. Хорошо, Игорь Тихонович. Итак, с Богом. Давайте. Все. Других вопросов. Я прошу. Нет вопросов больше. Я прошу у вас прощения, что отнял у вас, как бы, личное время. Ну, нет, очень. Я думаю, не зря это все. И так, на глазах не пей, бритву выбрось. Начни с этого. Сейчас до 17 числа ни среда, ни пятница. Поста нету. Все можно есть. К алкоголю не прикасайся. Табак выброси. Начни. И ты выберешься отсюда. Тогда я с охотой вам буду давать и молиться. Чтобы Господь вас избрал. Правильно крестить только на лоб. На пупу броси. На правую руку. На левую. Вот. Вот такой ровный крест должен быть. Не ломанный. И кланяться научись. А кланяться тебя учить надо будет. Вот мы 7 раз в день, допустим, молимся. И после каждой 3 святой 100 поклонов. И утренний вечерний. То есть 900, то есть 1000 поклонов каждый день. Игнатий Тихонович, напоследок, ну, вопрос один спрошу вас. Можно? Давай. Вот смотрите, я был в Годеново. Вы знаете о таком месте? О каком? Годеново. Это Ивановская область. Ну, Владимировская, Ивановская. Не знаю. Где? Город какой-то. Нет. Это, как вам сказать, сейчас скажу. Ну, Переславль, но Залезки вы знаете город. Да, знаю. Никольский монастырь знаете или слышали? Нет, не слышали. Никольских везде полно. Все. Геннадий Тихонович, я вас услышал. Хорошо. Спаси Господи. Спаси Христос. Да. Давайте вы мне скиньте, как вот там. Сейчас я вам скину. Игорь, договорились. Договорились. Я вам скину сейчас. Я прошу, следите за языком, чтобы ни одного матерного слова никогда у вас не было. Хорошо. Я буду стараться. Игнатий Тихонович. Это, знаете, стараться надо. Хорошо. Но только это не поможет. Надо просить Бога, чтобы Бог помог. Чтобы Бог дал вам рождение новое. И тогда это все до того противное, мерзкое будет. Вы будете страшиться. Чтобы при вас даже материться никто не посмеет. Я сижу в камере, 75 человек, и ни один не заматерится. Я пять тюрем прошел. Я могу говорить об этом. Почему? Потому что я на молитве. И все это знают. Вся тюрьма стущит. Мы у нас тут сегодня. Помолитесь. И оттуда благодарности сколько? Для Бога. Это мы здесь широко крылья раскрыли. Так Господь подрезывает нас. Давайте, Тихонович. Ну давайте. Ну всего доброго вам. Вот честно слово. Говорю, просто у меня сейчас ограничено маленькое время. Все, все, все. Пойдем давайте. Это ладно, чтобы раньше не сбежали. Благодари. С Богом. Давай. Я благодарен вам и Богу нашему, Иисусу Христу. Слава Христу. Все куда-то спешат. Это в рулетке надо. Все спешат. Ну это все лукавство. С Богом. Воскрещайтесь. Давайте. Всего вам доброго, всего хорошего. Владимиру привет, Пашенко. Вот он где Володя. Володя, покажись. Ну давайте я ему лично передам. Можно? Ну вот пару слов. Миром. Володя, брат. Слава Христу. Я говорю, вот очень много роликов смотрел. Вот честное слово. С тобой, Сигнатия Тихоновича. Ну Сергеем. Это самое. Просто хочу поздравить тебя с праздником. Ну Рождества Христова и пожелать тебе здоровья, счастья и долгих лет жизни. И держи свою марку, Володя Пашенко. Вот честное слово. Ты вот такой вот человек. Слава Христу. Все, слава Христу. С Рождеством. Все. Отключайте. Здравия, Павел. С Богом. Все, всего хорошего. Слава Христу.